Всем привет, с вами Вета, мы продолжаем играть в Sims 4, и это уже 77 серия Династии Вильямс. У нас раннее утро, Сабрина отправляется в школу, а Рассел, скотина такая, только что сломал кукольный домик. Да, к сожалению, поскольку у нас теперь появился персонаж с чертой характера, аж с целыми тремя чертами характера, против детей злой из Адира, он нас теперь будет ломать в домике, я так понимаю, это присуще каждой из его черт характера. Феликс у нас отправляется кушать, Ванесса, Ванесса отправляется брать порцию какой-то еды, Рассел я отправляю в сад. Рассел у нас теперь будет капитально так заниматься садом, и у нас кто-то обоссал кусты, да, замечательно. Виолетта только что общалась с Буренкой, и Рассел сейчас тоже пойдет общаться с Буренкой, а также изучать растения. Буду качать ему навык садоводства, и да, у нас началось собрание клуба Династия Вильямс. Я его переименовала из семьи в Династию Вильямс, и купила улучшение, чтобы у нас быстрее прокачивался навык садоводства. Это специально для Рассела. Также я хочу сейчас купить еще одно улучшение, нам на него хватает. Я куплю прокачку навыка творческих способностей, потому что нашей Сабрине нужно достичь 10 уровня этого навыка, и все-таки я надеюсь за последние два дня, пока она не стала подростком, эту цель ей выполнить. Рассел занимается с Буренкой. Николь кушает, Ванесса кушает, причем Николь у нас кушает диетическое мороженое, которое готовила ее мама Виолетта. Начальник недоволен с тем, как Рассел поработал из дома. Давайте из дома тоже поработаем. Ванесса у нас сейчас пойдет заниматься с Феликсом. Давай научи его говорить спасибо и пожалуйста. И также давай научишь его говорить извините. Да, у Феликса все в порядке с потребностями, кроме как он немножко уже хочет спать, но я думаю, что мы его уложим спать чуточку позднее. Николюшка у нас пока что будет кушать. И Виолетту я тоже хочу отправить, чтобы она сделала некоторое интересное задание. Она у нас сейчас напишет поваренную книгу. Да, она у нас, поскольку достигла наивысшего уровня карьеры шеф-повара, ей доступно действие написать поваренную книгу. Будем считать, что поскольку Виолетте осталось всего лишь, божечки кошечки, ей осталось, мне кажется, пару дней до смерти, я придумала название, описание для нашей книги. Книга будет называться «Готовим вкусно» с Виолеттой Вильямс. Эта книга содержит в себе все рецепты, которые знала Виолетта Вильямс, основательница династии Вильямс, главный шеф-повар. Также я хотела еще сюда добавить, что Виолетта у нас за свою жизнь достигла максимального уровня навыков в кулинарии и изысканной кулинарии, а также что-нибудь по типу того, что эта книга пишется для потомков нашей династии. Но, к сожалению, у меня не хватило места. Несмотря на то, что, казалось бы, текстовое поле еще должно вмещать в себя энное количество символов, описание не рассчитано на то количество, которое пыталась вести я. Ну, это, конечно, камень в огород разработчиков. Ну да ладно, давайте дадим Виолетте написать поваренную книгу, напишем ее, и она будет храниться в нашей династии до самого 10-го поколения. Рассел у нас будет продолжать дело нашего Адама. И, кстати говоря, Рассел может удобрять. Удобрений у нас очень много было в свое время в багаже у Адама. Ну, в общем, пусть удобряет. Флаг ему в руки, как говорится. И, в общем, будет он у нас просто садоводом от бога, я надеюсь. Я надеюсь, что не хуже, чем Адам. Я надеюсь, что Адам там сможет им гордиться. Блин, я хотела заснять, как он фоткает растения. Ну, в общем, мыслительный процесс у него идет. И обратите внимание, у него буквально только-только был достигнут навык садоводства третьего уровня, и у него уже колбочка заполнилась почти на 50%. Это не может меня не радовать. Пусть у нас Виолетта тогда пишет свою кулинарную книгу. Компьютер, к сожалению, занят, поэтому Николь у нас не может за ним работать. Хотя Николь я бы тоже отправила поработать. Но, в принципе, мы с ней можем сделать это прямо из ее мобильного телефона. Обновим статус. В общем, будем набирать подписчиков. Я надеюсь. И по-хорошему нам бы уже попробовать покачаться в нашей карьере. Но что-то как-то пока не особо получается записать разглагольствование. Нам нужно ее привести в рассерженное состояние. Кстати, мы можем попробовать рассмешить персонажей. Блин, у нас тут самый настоящий срач на столе, честно говоря. Кстати, у нее есть сердитое настроение. О, жертва троллинга. Любой тролль с клавиатурой может оставлять комментарии в интернете. Феликс у нас достигает уровня навыка общения. И Николь у нас потихонечку зарабатывает подписчиков. В этой серии, на самом деле, у меня много планов на эту серию. Давай Николь пообщаться с Сильвой. Спросит у нее, что случилось. Вообще, Сильву нам бы надо расчесать. Потому что она у нас какая-то больно грязная. Уход за питомцем. А нет, почему-то... Вот, действия расчесывать. Это из категории дружелюбных. Расса у нас изучает дерево эмоций. Молодец какой. И достиг уже аж четвертого уровня навыка садоводства. Я надеюсь, мы очень сильно прокачаемся. Сильва голодная. Подождите, а как Сильва может быть голодная? Если у нас что-то какой-то глюк, мне кажется, у нас с питомцами. Потому что... Либо Сильва просто разучилась есть из миски. Но, честно говоря, это более чем странно. Потому что миска у нас наполнена. И на втором этаже у нас миска тоже наполнена. Но Сильва что-то есть у нас не особо. Хочет Ванесса стоять. Наверное, обнимем с любовью нашего малыша. И давайте опять будем учить его говорить. Я хочу его прокачать, постараться по максимуму. И давайте поощрить обучение словам спасибо и пожалуйста. Ванесса, я думаю, у нас сможет качать воспитание. Попросите свяжиться, скорчить смешную рожицу. Давай скорчим. И, наверное, после этого мы нашего малышика уложим спать. Сказку на ночь, пожалуйста. Давай попросишь маму рассказать сказку на ночь, поскольку мама тебя только что научила словам пожалуйста. Все, Николь, слава богу, проконтролировала, что наша кошечка идет кушать. И Николь у нас сейчас пойдет, наверное, и понаблюдает за своим молодым человеком. Да, в прошлой серии мы немножечко с вами повспоминали вообще историю Николи Рассела. Как они прошли целый путь от ненависти до любви. И прошлая серия у нас закончилась тем, что Рассел познакомился со своей дочкой Сабриной наконец-то спустя долгое время. И он, конечно же, был в шоке. Сабрина тоже была в шоке. Сабрина до сих пор не знает, как реагировать на то, что у нее есть отец. И Рассел сказал Николь, что ему нужно подумать, обдумать и как-то привести в порядок мысли. Он, в общем, отправился в бар, где, конечно же, напился и пришел домой, в общем, ранним уже утром, когда уже все спали, кроме Николь. Николь, бедная, вообще не спала. Говорят вы и Николь. Да, вот как раз об этом я хотела сказать. Поскольку Николь у нас волновалась, в общем, Рассел такой весьма в подвыпившем состоянии. Решил действовать смело и, в общем, такой пошатывающийся, сделал ей предложение. И они с Николь теперь помолвлены. Он думает о своей маме, которая, кстати, умерла в прошлой серии. И давай, Николь, наверное, как-нибудь с ним пообщаемся. Давай, ты узнаешь, как прошел день, там поднимешь настроение. Кстати, надо будет его рассмешить. Давай, расскажи ему анекдот про политиков, потому что тебе нужно это действие. Сильвочка, что случилось, зайка моя? Ой, смотрите, он тайком ей подбросил. Сильва, конечно же, не заставила себя ждать и схомячила. Блин, Николь, это мороженое нужно от греха подальше убрать. Давайте я его в багаж Виолетте уберу. На, Николь, походу, сейчас будет просто тощая-притощая с этим диетическим мороженым. Это что такое? Не знаю, что это такое, честно говоря. Давайте это выкинем, чтобы это не было. Все, Рассел у нас общается с Николь и Виолетта. Сколько тебе осталось до завершения написания книги? Ей осталось совсем чуть-чуть, но давайте мы нашу старушечку все-таки отправим в туалет. Малышик наш занимается с мамой. Ванесса, ну давай, наверное, ты его уложишь спать. Так, Рассел! Что ты жрешь, блин? Я не понимаю, что ты жрешь. Но жрет у нас, потому что собрание клуба. Ладно, собрание закончить я не могу, потому что ему нужно качать навык садоводства. Давайте я, наверное, дам ему по-быстренькому действия всякие, связанные с садоводством. Все, Виолетта у нас закончила писать книгу. Книга добавлена в багаж, чтобы ее можно было почитать. А еще Виолетта может ее опубликовать, нажав на почтовый ящик. Итак, смотрите, значит, наша книжка. Вот она, наша книжка. Готовим вкусно с Виолеттой Вильямс. Качество нормальное. Давайте мы ее сложим в шкаф. Интересно, смогут ли с помощью нее Симы качать навык кулинарии. И нужно бы по-хорошему ей очистить багаж. Да что ж ты будешь делать-то? Ну, Виолетта обсыкалась, моя бедная старушечка. Иди, принимай пенную ванну. Надеюсь, она не помрет от смущения. И, надеюсь, нас не заберут. Феликса нашего, Болинский, блин. Какой-то странный, честно говоря, к нам пришел мастер. Ла-мастер-фигастер. А что ты позволь узнать отремонтировал? Если ты нифига не отремонтировал, у нас унитаз продолжает течь. Прикол. Он нифига не отремонтировал и ушел. Ладно, что заменим? У нас денег-то куры не клюют. Аксель, Йоксель, Моксель у нас пришел с работы домой. Мы его тоже, пожалуй, отправим спать. Да, у нас у Симов, конечно, ужасно сбит режим. Но, ладно, пусть уж спят. Наконец-то у нас Николь может спать в одной кровати с Расселом. Наконец-то она у нас спит не одна. Я за нее безумно рада в этом вопросе. Ну все, она его уложила спать. Теперь может отправляться спать сама. Итого у нас не спит только Сабрина. И Сабрина у нас рисует картинки. Пять типов картин на столике для подделок. У нас пока что открыто четыре типа. И какой-то салютик у нее тут, посмотрите, метнулся вверх. Все. Да, пока наша Сабринка тут рисует, она уже нарисовала второй тип картин. Я купила ей также скрипку. И на скрипке она также будет играть. По заданию будет играть в течение пяти часов. Она, кстати, уже достигла седьмого уровня навыка творчества. И будет она у нас повышать свою жизненную цель. Что-то, честно говоря, она немножко зависла. А, ну вот, все, теперь отвисла, к счастью. И нам осталось чуть-чуть. Я надеюсь, все-таки, что до взросления она свою жизненную цель выполнит. Виолетта у нас на старости лет, походу, решила танцевать. И поэтому я ей сейчас дам задание готовить. Все-таки, чтобы она у нас не сидела без дела. Она у нас будет сейчас готовить на всю семью, поскольку у нас вообще закончилась еда полностью. Да что ж такое, у нас еще и стиралка сломалась. Это прям вообще... Это прям вообще, честно говоря, меня немножко угнетает, поскольку у нас был Адам. Адама, к сожалению, больше нет. И у нас теперь все ломается, и нету ни хрена еды. И Виолетта у нас тоже скоро не станет, к сожалению. Виолетта у нас умудрилась схомячить мороженое, которое было у нее в багаже. Она похудела примерно до того уровня, которым она обладала, по-моему, когда я ее создавала. Но она у нас сейчас готовит изысканное блюдо. Плюс ко всему она готовит обычное блюдо, только для своего десятого уровня. Сильва у нас, как обычно, просит любви и ласки. Но с Сильвой, я думаю, мы еще успеем поиграть. Поспособствуем росту всех растений. У нас Рассел такой молодец. Он все поудобрял, и все у нас может разрастаться. Это классно, на самом деле. Я надеюсь, повышается от этого навык садоводства. Я очень на это надеюсь. И еще можно поспособствовать, и еще можно поспособствовать. Короче говоря, Рассел сейчас у нас закончит всю работу за Адама. И у нас все растения будут просто максимального качества. Давайте его разбудим, отправим в туалет. И он будет способствовать росту, я думаю, дальше. И вот на это вот я хочу тоже обратить внимание. Это у нас предметы из дополнения, которые связаны с фермой. Называется загородная жизнь, я уже забыла. И также вон тут у нас еще дерево стоит сзади. Тоже дерево у нас из загородной жизни. Я просто хочу сказать, что у меня с этими предметами связана особая история. Эти предметы я в свое время просто, можно сказать, с боем выбивала. Давайте, наверное, я Ванессе дам отпуск от работы, потому что нафиг нам это работа. Раньше, кстати, это называлось отпуск, теперь это называется выходной. Я заметила, что в Sims 4 очень много чего... Господи боже ж ты мой. Я испугалась, честно говоря. Пришло тут такое какое-то нечто странное. И что-то хочет от нас. Тьфу ты, блин. Думаю, многие знают, что если купить можно было дополнение загородная жизнь до, по-моему, 2 сентября, если не ошибаюсь, то стал бы доступен бонусный контент под названием Гномы. Я купила, конечно же, его в срок. И у меня произошел глюк. Мне не добавился этот самый контент. Такой глюк, насколько я поняла, он был достаточно распространенный, но наши российские консультанты Я сделали такую, блин, пакость. Они не добавляли бонусный контент тем, кто покупал это дополнение у ритейлеров. То есть не в Origin, не у официальных партнеров Origin. И, конечно же, я покупала дополнение не в Origin, я покупала его в играх Mail, поскольку там была небольшая скидочка. Ну, в принципе, с ценами на контент в Sims 4, я думаю, многие меня поймут. И поэтому русские консультанты я отказывались вообще до последнего мне этот контент добавлять. Сказали, мол, сори, ничем не можем вам помочь. Причем я разговаривала аж с двумя консультантами. Объясняла ситуацию так и так, но нет, ни черта подобного. И я в итоге решила написать в англоязычный чат и пообщаться с англоязычным консультантом. И это, наконец-то, сработало. Это сработало, и мне, к счастью, только после общения с англоязычным консультантом этот контент добавили. Ура! Я была просто счастлива до невозможного. И, к счастью, я обладаю контентом гнома теперь. Так что такие вот у меня остались воспоминания об этой ситуации. И я думаю, что в нашу семью Вильямс мы, конечно же, обязательно со временем заведем и корову, и ламу, и, может, даже курчик, и, может, даже кроликов. Но всему свое время. Я, честно говоря, не хочу особо наваливать все поверх всего. Поэтому пока что фермы мы заводить не будем. Фермы я сейчас немножечко играю на стримах. Да, так что, если кому интересно, можете приходить ко мне на стримы, пока они есть. И посмотреть, как я вообще играю на ферме. Сильва у нас опять что-то носится. А, в эту семью мы заведем чуточку позднее животных. И все вот это вот хозяйство у нас тут тоже обязательно будет. Давайте Ванесса у нас пообщается с Сильвой. Обнимем, поговорим, похвалим за что-нибудь. И тарелку у Виолетты под шумок сопрем. Вот хорошо, что у Виолетты не портятся продукты. И еду, которую готовит Виолетта, можно кушать вообще когда угодно. Очень жалко, конечно, в этом плане, что Виолетта у нас умрет. Что-то Виолетте осталось. Блин, она у нас, похоже, умрет в следующей серии, насколько я понимаю. Ну или где-то так. Ванессе у нас остался один день до взросления. И я думаю, мы либо в этой серии, либо в следующей отпразднуем ее день рождения. Ну ладно, мы пока что играем. У нас опять грызнущая куча для белья. Ну давайте мы заменим тогда эту стиралку. И можно в нее загрузить все вот это белье. И, наверное, сейчас у нас Николь тогда проверит карманы и положит в стиральную машину. Что-то у нас подлагивает, подлагивает периодически симы. Кстати говоря, я не выбрала тапочки для наших симов. Тоже это нужно сделать, все будет. Давайте обновим статус. Опубликуем картинку. И нам нужно сейчас прийти в сердитое состояние. Николь, давай ты у нас, наверное, сейчас повыкрикиваешь какие-нибудь запрещенные слова. Я надеюсь, ты у нас придешь в сердитое состояние. Тем более, ты у нас безумица. Я надеюсь, что тебе как-то это прокатит. Ну либо мы пойдем поругаемся с Расселом. Если уж на то пошло. В принципе, это очень даже несложно будет сделать. Надо будет, кстати, закончить собрание клуба. И что у нас, кстати, по баллам? По баллам у нас, в принципе, очень даже все здорово. Можно ли, например, нам какие-нибудь усиления для малышковых навыков? К сожалению, нет. Возбуждающая клубная атмосфера, кокетливая клубная атмосфера, сердитая клубная атмосфера. А отключать ее, например, можно будет, интересно. Не знаю, честно говоря. Клубная атмосфера изменит настроение всех членов клуба на собрании. Блин, вот, честно говоря, немножко состремно это все делать. Ну да ладно. В принципе, мы, конечно, можем и для Николь просто создать какой-нибудь отдельный клуб, чтобы она была сердитой. Ну да ладно. Повысит шанс на успех злых действий. А давайте купим тоже. Давайте попробуем, может быть, Николь поругаться с Расселом. И Николь получает 20 подписчиков. Рассел достигает пятого уровня навыка садоводства и изучает томатный куст. В общем, Рассел у нас просто мастер садоводства и что-то, честно говоря, персонаж с чертой хорошие манеры. Ой, она еще и у нас... Она еще и про папу думает. Блин. Все, картинка идеальная. А теперь, Николь, давай, наверное, ты сейчас пойдешь и покричишь на Рассела. Давай ты... Она уже, кстати, может с ним пожениться. Давай ты с ним поспоришь о воспитательных методах. Скажи, что это такое? Ты, почему не воспитываешь свою ду... Сейчас она к нему подойдет и мы сейчас быстренько с ним поспорим. Скажи, ты, давай. Что-то как-то у них не особо спорится. Видимо, они как-то вообще не хотят. Давай покричи на него, Николь. Давай, накажи его за то, что он был таким бухим сегодня утром. Николь, спрятались они в тени деревьев. Что-то она как-то абсолютно не хочет с ним ругаться. Давай, кричи, Николь, кричи. Ребята, ребята, смотрите, кто к нам пришел. Адам, боже мой, к нам Адам пришел. К нам папка пришел. Николь, беги скорее сюда. Ой, к нам Адам пришел. Господи, папочка, нам так тебя не хватает. Кошмар. Господи, бедный Адам у нас играет в игрушки. Адам, господи, зайка. Вы посмотрите, он пришел пообщаться со своей дочкой. Интересно, что он у нас тут сейчас будет делать. У нас Рассел достиг шестого уровня навыка садоводства. И посмотрите, Адам сейчас у нас пойдет наверх, наверное, к своей жене. Виолетта, Виолетта, смотри, кто пришел. Господи. Все, давайте будем с ним общаться. Предложи ему остаться на ночь, Виолетта. Скажи, что побудь с нами чуть-чуть, пожалуйста, дорогой мой. Романтика. Поцелуй его и заключи в объятии. Скажи, что скоро придешь к нему. Поцелуй его, пожалуйста, очень сильно, своего мужа любимого. Все, скажи, давно не виделись. Как мы давно с тобой не виделись, дорогой мой. Я так понимаю, что он согласился остаться на ночь. Давай, поцелуй его скорее. Я очень хочу, чтобы ты его поцеловала. Он у нас, кстати, пришел в уверенное состояние. Это не может не радовать, значит, у него хорошее настроение. Ой, посмотрите, Виолетта, Вильямс. Виолетта вели им с конца жизненного пути, блин, настало время привести дела в порядок. Так, Виолетта, начнем с того, что настало время починить туалет и сходить на него, а то опять обсыкаешься. И Адам у нас стал кокетливым, она получила теплый поцелуй. Посмотрите, он даже будучи призраком, он дарит ей розочку, посмотрите. Так, пожалуйста, давай вали в туалет, и сейчас, наверное, мы с ним займемся в уху. Да, мы с ним обязательно займемся в уху. Так, и, блин, у нас голодный Феликс, у нас очень голодный Феликс, надо его срочно покормить. Да, Феликс у нас, блин, даже не соизволил нам сообщить о том, что... Тихо, тихо, кормись, кормись скорее, Феликс. Феликс, я тебя очень прошу, кормись, кормись. Адам у нас, кстати говоря, лег спать. Адам у нас лег спать, и Виолетта. Виолетта, давай ты его разбудишь, а? Так, давай ты не будешь говорить с растением, давай ты его разбудишь. и сейчас пойдешь займешься с ним а выху сабриночка наша спит я надеюсь на час да она может проснуться наконец-то и мы дадим ей рисовать наверное транспорт нарисовала давай нарисуем формы и после этого она будет играть на скрипке боже какой же у нас все-таки тут срачельник болен аксель ты должен приступить к работе через час и тебе на работу мы наверное с тобой не пойдем либо если я схожу то я схожу за кадром значит аксель у нас пойдет и помоет тарелочки а виолетта сейчас у нас займется в уху с адамом я хочу ее разбудить что за ребят вы это видите господи сейчас такой глюк был просто писец ой кошмар 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 у нас блин адам почему-то на время снова стал живым хотя как вы понимаете это невозможно это невозможно все они пойдут заниматься в уху и пусть у них все будет замечательно значит у феликса слава богу отличное состояние питания так феликс давай-ка только не перекармливайся то будешь полненьким у нас виолетта с адамом занимаются в уху и по-моему раньше за это давали достижения но что-то как-то не хотят нам его давать но я надеюсь у наших ребят все будет хорошо все будет замечательно у ванессы кстати мне правда пора спасибо за отличную компанию до встречи да у нас уже наступило 6 утра и адам к сожалению отправляется на свою работу давайте я наверное присоединюсь к работе акселя пройду быстренько карьеру и тогда уже присоединюсь к вам после того как мы с акселем закончим работу ничего не поняла но очень интересная кстати говоря пока аксель на работе я дала нашим персонажам задание развивать навык смешивания напитков фиолетия навык видеоигр николь раз к сожалению доступно только ухаживать за садом навык не смогла ему дать и сабрина у нас развивает навык творческих способностей и к сожалению пока что все больше никому ничего мы дать не можем и кстати говоря смотрите кто у нас тут заболел зиг фортер арнольд передаю тебе привет и того мы вылечили одного пациента из двух с учетом того что остались допоздна да такое себе честно говоря мы практически вылечили анжелку жалко жалко и так пока вяле то у нас готовит тортик николь пытается рекламировать малоизвестный товар и флудить на форумах флудить на форумах у нее поднялся уровень пакостей до 4 уровня и я надеюсь что все таки с видеоиграми с пакостями с обаянием кстати вообще почти на девятом уровне и по моему еще и нужно комедия давайте посмотрим значит момент истины я надеюсь что она все таки не потеряет подписчиков потому что у нее теперь задание иметь 10 тысяч подписчиков так николь 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 пожалуйста так значит приготовила нас вели это тортик ванесса должна приступить к работе через час нет не хочу я так николь получает прибыль на потеря подписчиков тьфу ты ее моё 143 подписчика так велит давай ты добавишь свечи на торт и мы уберем его в багаж все теперь мы убираем в багаж виолетте берем выходной от работы ванессе и отправляемся в некоторое место вместе с нашей ванессы с нашей виолеттой что за смущение надо надо разуваться получать предостережение за обувь в доме от кого интересно на его получает если у нас как бы нет никаких запретов на обувь в доме сейчас она у нас повысит навык творческих способностей до 8 уровня замечательно и у нас осталось буквально чуть-чуть посмотрите 8 из 10 дурацкие картины и ей нужно играть на скрипке в течение пяти часов надеюсь что она сейчас доиграет и тогда мы вместе с нашими девочками кое-куда отправимся кстати говоря заметила что у нас оказывается николь может вести прямые трансляции на компьютере и поэтому давайте будем транслировать sims давайте будем транслировать не знаю например прямую трансляцию игры бликблок игры sims вилета у нас идет и смотрит чем же занимается ее дочь и в общем я бы вам хочу сказать одну такую очень грустную новость к сожалению то что мы хотели сделать то что я хотела сделать к сожалению она не прокатит знаете почему я хотела чтобы виолетта ванесса и николь отправились втроем в какое-нибудь тихое место в городке хэнкфорд он бегле и вместе там как-нибудь побыли и заодно мы бы отпраздновали день рождения нашей ванессы но к сожалению нам этого сделать не получится а знаете почему потому что виолетты начала светиться шкала возраста и это означает что будет скорее всего так же как было с днем рождения феликса и акселя скорее всего вы только мы отправимся на какой-то другой участок у нас виолетта сразу же начнет умирать я просто знаю что это было достаточно распространено у других ватс play щеков поэтому я так рисковать не хочу и тогда мы день рождения ванесса отпразднуем дома ванесса у нас кстати очень скоро должна вернуться с работы к сожалению она все-таки умотала на работу хотя казалось бы я брала и выходной и к сожалению как то так у нас получается николь у нас качает славу давай николь стрим будь прям как я верит у нас отправил отправилась стирать одежду и я надеюсь что виолетта не помрет у нас до конца вот этой серии она бедненькая пошла говорить с растением ей очень грустно к сожалению у нее умер муж она все еще никак не может с этим справиться и похоже что очень скоро она к нему она перейдет к нему будет с ним вместе кстати раз у нас очень хорошо прокачал навык садоводства у него он уже по моему у него он уже 6 уровня останется провести еще может быть парочку собраний клуба и тогда у нас навык садоводство прокачается до нужного нам уровня мы можем кучу раз поспособствовать росту разным растениям у нас а рассел все поудобрял и поэтому у нас уже уровень растений очень сильно повысился до виолетте нравится садоводство поскольку все таки до виолетта у нас какое-то время занималась садоводством но все-таки по большей части это была обязанность а дома значит вернется у нас с работы сейчас ванесса и мы на этом закончим серию мы отпразднуем ее день рождения и тогда следующей серии мы не знаю может быть мы уже простимся с виолеттой я не знаю честно говоря в следующей серии вообще-то у нас день рождения должна отпраздновать сабрина но не знаю на что да как сабринку тебя исполнилось наконец-то она практически у нас доиграла на музыкальном инструменте и практически повысила навык давать часу по быстренькому отправим спать все у нее достигнут уровень творческих способностей ну здрасте приехали это кто у нас интересно кто 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 а элит феррейн ушла из жизни а элит знакома очень симка честно говоря не помню кто все 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 тихо тихо сабрина давай ложись спать пожалуйста и ждем пока вернется с работы ванесса сабрина нас достигла 9 уровня в нарк в навыке творчества а значит что у нее есть все шансы этот навык прокачать до 10 уровня уже буквально в следующей серии и тогда нам останется только нарисовать оставшиеся типы картин и все это у нас будет в шляпе значит она может рисовать животное чудовище люди формы транспорт значит наверное мы будем рисовать чудовищ значит ванесса получила прибавку к зарплате феликс у нас достиг третьего уровня навыка передвижения и у нее прибавка на должности мастер глубоководной ловли это замечательно ванесса у нас молодец ванесса у нас хорошо поработала и сейчас мы достаем тортик из багажа виолетты и на этом тогда заканчиваем серию просто чтобы у ванессы не было никакого какого-то такого плохого мудлета ванесса у нас идет и задувает свечки выскочил сообщение что сабрина хочет отпраздновать день рождения и у сабрины кстати говоря ноль дней до взросления надеюсь что до 1 лотерея прошел ужасно ну как я уже сказала нам не до лотереи давайте по-быстренькому ванессу нас задует свечки и я на этом закончу серию и отправлю симов по потребностям сейчас ванесса давай задавай свечи у нас будет тихий семейный день рождения у нас будет очень тихий семейный день рождения и хобана все ванесса взрослеет взрослая жизнь ванесса у нас перешла возрастную стадию взрослая а я на этом заканчиваю нашу серию к нам даже пришла виолетта попеть в честь дня рождения дочери если вам понравилась серия обязательно ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите свои комментарии вступайте также мою группу вконтакте оставайтесь со мной все ссылки в описании всем счастливо и всем пока пока